Я оденусь чемпионом организации, но на самом деле мне все равно, а кем бы он ни был, я приехал сюда побеждать. Я очень усердно готовился к этому бою, работал над всеми аспектами. Хочу показать все многообразие своей техники в бою и верю, что это принесет мне победу. Да, мы должны были с ним встретиться еще год назад на гран-при, он получил травму. Я готовился на него еще в Америке, с тренерами смотрели его бои. Сейчас также готовлюсь на него. До этого он перешел в 57 категорию, проиграл бой Юнусу, его сейчас опять перешел в 61. Прошлый свой бой я провел в категории до 57 килограммов, это было ошибкой. Мой родной вес это 61 килограмм. Здесь я чувствую себя намного лучше, я вернулся сюда навсегда. Да, конечно, хочу подраться, показать зрелищный бой, чтобы не забыли меня и уже дальше подписать ПФЛ. Я тебя очень уважаю, но постараюсь сделать все возможное, чтобы победить. Готовься. Я хочу пожелать ему красивейшее поражение. И, конечно, чтобы у меня все без травм было. Пускай готовится. Хорошо. Ну и насколько же Нагуэра больше, чем в предыдущем своем поединке, насколько же он именно набрал эту бойцовскую массу. И, конечно же, весовая категория до 61,2 килограмма. Это его родной вес. А у нас, уважаемые друзья, начинается все-таки девятый поединок по счету. Немного мы перепутали. Саид Нурмагомедов, чемпион лиги WFCA в нетитульном противостоянии. Будет противостоять Луису Альберто Нагуэра, финалисту Гран-при Беллатор и полуфиналисту Гран-при Ахмат. Слышал я несколько мнений того, что Саиду нужно прочувствовать клетку перед отъездом в США и провести вот такой заключительный поединок. Естественно, не ставя на кон пояс, которым он владеет. И мы знаем, что бывшая лига ВСОВ, она преобразовалась в ПФЛ. И вот вроде бы потенциал у этого прекрасного бойца выступать именно в этой лиге за достаточно существенные гонорары, где будет в том числе целая сетка проведена, чтобы выявить победителя в той или иной весовой категории. Потому что там, насколько я знаю, с одной, даже может быть одной восьмой или одной четвертой финала начнется розыгрыш. По-моему, одна восьмая даже. Ну и, конечно, напрашивался реванш Нурмагомедов-Дудаев 2. Но в итоге двое одноклубников и два друга решили не драться друг с другом. И Саид оставляет этот пояс пока что вакантным, потому что непонятно пока еще ситуация с ПФЛ. И как раз, вот как вы отметили, Абдул-Рахман Дудаев, следующий претендент. Он на это право завоевал. А второй претендент определится сегодня в главном бою вечера. Михаил Малюкин против Абдул-Рахман Джакарадзинова. Потрясающе. Как же он скрыл этот бэтфист. Потрясающе. И на дальней дистанции Саид работает ногами, как никто другой в ММА. Смотрите, на сверхдальней и на дальней дистанции у него две ноги участвуют в разных этажах. Он и по печени успел запустить удар, и в голову попробовал как раз носить своего оппонента. И тут же креативное действие. В двух стойках работает равноценно этот парень. Очень талантливый боец, ученик как раз Мансура Учукаева. И уже два года он тренируется под руководством тренерского штаба клуба Ахма. Жесткие лоу-кики были от Саиды. И тут же попытался он сдвоить с левой рукой левый джеб левый сбоку. Не получилось. Лоу-кик такой внутренний, не очень сильный от Луиса Альберта. И вот великолепный бэк-кик. Потрясающий удар. Бэк-кик с дистанции. Великолепно исполненный. Кто владеет техникой внесения этого удара, я уверен, со мной согласятся. И отвечает на Гуэра лоу-киком. Жестким в этот раз. Саид очень техничный, непредсказуемый боец, как вы уже сказали. Нестандартный левый боковой с дистанции от Нагуэры был. Но мне показалось, что я и сам пропустил его. И вот, пожалуйста, тейк-даун по встрече. Очень спокойно. Посмотрите, насколько он разносторонний, Саид Нурмагомедов. Дав привыкнуть сопернику именно в этой борьбе в стойке, так сказать, противостоянии в стойке, он просто взял и с блестящим таймингом своевременно провел этот тейк-даун в две ноги. Вот иногда мне кажется, что совсем чуть-чуть имеет какие-то такие отрицательные показатели Саид Нурмагомедов практически без слабых сторон. Они есть, конечно, но их физическая мощь. Да, их очень немного этих слабых сторон. И вот, вспоминая единственного бойца, который выиграл у Саид Нурмагомедова, это Магомед Бибулатов Чаборс, который сейчас, в данный момент, находится в Америке, готовится к очередному, уже второму поединку в UFC. И это произойдет 7 октября против Джона Марага, на UFC 216. Марага, который сейный боец, который в топ-10, да, он в десятом является. Поэтому серьезные испытания. И мы верим, конечно, Магомеду Бибулату, но вспоминая, опять же, их противостояние. Классные бои они показали в свое время. И тогда Магомед Бибулатов одержал победу над этим парнем, который, казалось бы, не имеет слабых сторон. И вот представьте, какой уровень Магомеда Чаборса Бибулатов в связи с этим. Да, действительно, это высочайший уровень на сегодня. Это мировой уровень, мировой топ-уровень. И мы видим, что Чаборс Бибулатов это уже доказывает, а Саид также стремится это сделать. Возвращаются бойцы в стойку. Очень пассивный бой ведет Нагуэра именно в стойке. И все-таки он вообще ничего не показывает. То есть пока нет от первого раунда никакого боя. И учитывая то, как он просил поединок в Лиге WFC, как он... О, колено на встречу. Нестандартное действие, такое прыжковое флайни. Колено было выпущено от Саида, но как-то так оно, конечно, не возымело эффективного итога. Почему? Потому что все-таки дистанцию не прочувствовал Саид. И в этот момент очень реактивно сокращал как раз дистанцию Нагуэра. Но при этом Саид может даже из такого очень неудобного положения умудриться нанести удар. Может быть, не обязательно разящий, но вот попадание от него так или иначе может исходить. Потому что этот парень невероятно нестандартен и при этом очень креативен и, знаете, сверхчувствителен. Он обладает очень глубокими знаниями и ударной техники, и работает в партере, и бросковой составляющей. Конечно, супер универсальный бойец. Посмотрите, что он сейчас сделал. Вроде бы, казалось бы, для многих бойцов это было бы неудобное положение вот подобным образом прыгать навстречу с коленом. Тут же он промахивается и еще пытается одной рукой все-таки настичь оппонента, который двигался в этот момент на него. Конечно, я вам скажу, очень сложные традиционные действия. Вот Саид этими действиями славится. Очень нестандартный боец, непредсказуемый. Начинается у нас второй раунд. Конечно же, мы ждем более активных действий, в первую очередь, со стороны Нагуэра, потому что как такового боя не было с его стороны. Да, кстати, Саид начал тренироваться под руководством Мансурочка в 2009 году. И при этом он окончил автодорогу в Махачкале. Учился заочно. Хороший обмен ударами. Как-то он однажды поделился с представителями медиа. Он сказал, что всю неделю работает, тренируется в зале, по выходным парилки, просто физический отдых. Встречается с друзьями, старается быть с близкими. Так вот. Очень скромный и порядочный парень Саид Нурмагомедов. Приходилось с ним общаться. Бэкфейст сейчас навстречу. Он даже выбрасывал этот удар с вращением. Ну и вот, когда начинает включаться Саид, именно включать все многообразие своей техники, конечно, картина меняется. Да, и вот эти его постоянные смены стоек. Он, конечно, классно двигается на ногах. Поэтому всегда использует полностью всю площадку, на которой он выступает. Непосредственно вот здесь октагон. Он может и как смещаться в сторону, в любую, как и тянуть на себя, так и очень реакционно контратаковать. При этом может сдвоенные атаки делать, стройные. Этот парень, конечно, действительно потрясающе обучен. И еще очень высокий интеллект. Ну и, кстати, послушный. Боец, он всегда слышит свой угол. И Мансурова Чукаева частность. Хайкик с дистанции, блок пришелся. И мы не можем не учитывать тот факт, что нетитульный бой, последний бой в организации. И, естественно, ожидают все победы. Это давлеет определенно над Саидом, потому что не имеет он права на ошибку сегодня. Я вот сейчас представил вместо парня из Бразилии во второй раз, во второй раз именно в Лиге Ахмат, потому что они встречались еще до этого. Рахману Тудаева, воина, я представил. Вы знаете, я понимаю, что Рахман бы никогда не давал таких пауз Саиду, которые дает ему Нагейра. И он бы все время накатывал. И в этот момент бы Саид демонстрировал свои лучшие качества. Сейчас не получается этого показать всем нам. Почему? Потому что Саиду не закатывает бой его оппонент. Соперник не понимает парня. И все, и картинка боя сразу же для зрителя, она не настолько красочной является. Нагуэрин на мгновение оказался сверху, но не смог удержаться при этом. За короткий промежуток времени два броска и переход из одной позиции в другую. Опять же за Саидом очередной тейкдаун. Он не отпустил, отключил одну из рук соперника подсечкой. И сделал подсечку очень. Очень грамотная, четкая работа. Да, совершенно правильно. Поэтому мы увидели один из лучших поединков 2016 года. Да и вообще, наверное, в российском ММА этот поединок займет реально. Да, Рахман Дудаев, воин против Саида Нурмагамедова. Это уже действительно такая история. И причем я думаю, что она с золотыми буквами будет вписана в историю развития ММА в нашей стране. И она могла продолжиться сегодня. Были такие мысли о третьем поединке. Напомним, один прошел в любительском одном из видов. Но в итоге решили, что не стоит драться между собой больше. Вчера я спрашивал Рахмана Дудаева, за кем он предметно будет, особенно, так вот, знаете, так внимательно наблюдать. И он, конечно же, сказал, уверен, что за поединком главным боем вечера, где будет Михаил Малютин сражаться. Но там определяется его соперник по титульному бою. Поэтому, да, логично, Рахман будет внимательно наблюдать за этим боем. Ну и Саид перевел соперника в партер и, опять же, успокоился, именно, опять же, перешел этот поединок в такое спокойное русло. Действительно, Максимов, очень правильно четко подметили, что соперник не поднимает планку, не озадачивает, так сказать. Верно. И в связи с этим Саид не может показать свои лучшие качества, которые он может для нас всех демонстрировать. И, как говорится, Саид на минималках его выигрывает. Ахмад Сила. Да, и при этом здесь Абузай Джанарыч Юсмурадов, он рядом, всегда рядом, контролирует происходящее и продолжает констатировать, что Ахмад Сила. Да, да, это уже такой фирменный знак, можно сказать, фирменный лозунг Лиги WC и Клуба Ахмад. Давай, 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 посмотри. Сделай, сделай пару ударов, сделай. Да, ну, такое полное доминирование, поэтому этот бой, конечно, не вызов. Посмотрите, сейчас вот как раз и действующие бойцы, и одного возраста, и другого. И они так, конечно, ну, мягко говоря, безэмоциональны. Это вот я совсем так подбираю слова. И все потому, что один парень из Бразилии не закатывает конкурентный бой, но, а другой наш прекрасный спортсмен Саид Нурмагомедов, которому я сегодня, по-моему, очень много сказал, каких положительных слов, и которые он поистине заслуживает, он вот все-таки, знаете, так, на лайте, на лайте. На минималках, как говорится. Либо на минимальных, затраченных возможностях идет этот пыльник, хотя мы с вами понимаем, что этот бой тоже непростой, потому что любой вход в клетку – это уже отдельное испытание для любого спортсмена, кто хоть раз это делал в своей жизни. Если не в клетку, то в ринг. Это отдельное испытание. Оно сейчас проходится достаточно уверенно и так с высоко поднятой головой с Саидом Нурмагомедовым. Но я сейчас смотрю на него, он как будто на тренировке. Он даже не устал нисколько и при этом настолько спокоен, размеренно себя ощущает. И, конечно, он доминирует все цело. Ну и третий раунд начинается. Очень многого ждали от этого поединка, в том числе. Я надеюсь, что в третьем раунде эти ожидания оправдаются. Смотрите, что делает бразилец. Он такими очень невзрачными действиями пытается дергать Саидом, но Саид не дергается на эти... Все-таки пошел первый раз. Первый раз пошел и зашел в среднюю дистанцию. И даже, по-моему, зацепил Саида справа руки. Да, справа при лоу-кике от Саида он поймал этот момент и зацепил Саида. И вот, пожалуйста, вот это то, о чем вы говорили. Это креативные действия ударной техники с ног от Саида. Но это уже знак качества этого бойца. Мы уж точно об этом не раз уже говорили в эфирах. Ну и в том числе, кто следит за карьерой этого спортсмена, наверное, подтвердят, что славятся Саид подобными техническими действиями. Очень нестандартными. Ну и вот, если так вспоминать, опять же, брать американскую лигу UFC. Стивен Томпсон, с кем мы в свое время чемпионат мира по кикбоксу выигрывали, Стивен Томпсон может похвастаться подобным. Это человек, который дважды дрался с Уудли за титул чемпиона UFC. Да, действительно, мы помним эти бои, мы помним эти противостояния. Вот здесь попытка Кимуры пытается вытащить руку соперника Нагуэра, но Саид грамотно защищается. Рефери вмешивается и поднимает бойцов в стойку. Что же будет, что же будет, как говорится. Пошел вперед Нагуэра и наборолся на левый. Что делает Саид? Уже начинает креативить, придумывать здесь апкики дважды, трижды, но вот здесь как раз Луис Альберто все видел. Но и при этом умудряется Саид выйти наверх и, скорее всего, провести тейкдаун. Да, очень близок к этому. Хотя при этом отдаёт шею, нужно быть очень осторожным здесь. Да. И такой очень плавненький бросочек осуществляет Саид Нурмагомедов. Я ещё вот всё-таки ищу слабые стороны у Саида. Это, я думаю, ближний и средний бой в боксе. Потому что сейчас я вижу, он не успевает даже за счёт длины своего рычага, знаете, подстроиться ту верную дистанцию ближнего и среднего боя и нанести точный удар. Ему сложно. У него очень длинные рычаги. Размах рук для его весовых возможностей невероятный. И при этом, конечно, плотный бой. Я вспоминаю, конечно, противостояние. Вот то в финале лиги на Ахмад в прошлом году, 4 октября, с Рахманом Дудаевым. Рахман мог вот как раз навязать этот бой. И тогда некомфортно было Саиду Нурмагомедову. Это вот ещё одну такую всё-таки слабую сторону. Я озвучу этого парня не из-за того, что я хочу их побольше найти, а просто потому, что этот парень, знаете, близок к совершенству в ММА. Он очень близок. Он на пути к совершенству. Ну и Луис Альберто Бетау Нагуэра при такой низкой скорости своих действий, при таком пассивном ведении боя, ему абсолютно не на что рассчитывать. Его шанс – это поднимать темп боя, ходить на среднюю и ближнюю дистанцию, вязать соперника, вести грязный бокс, грязный бой. И только так. Его шанс, Асламбек, ещё проще скопировать манеру ведения боя Рахмана Дудаева, которая была в финале лиги Ахман в прошлом году. Но, к сожалению, для Нагуэра он боец другого склада. Не будем говорить лучше-хуже, но это другой боец. И поэтому именно вот эта его силовая манера, она здесь не работает. Здесь не хватает ему скорости, здесь нужен темп именно. Да, невероятная моторика, безумный, ошеломляющий темп, и, конечно, огромное количество ударов выброшено должно быть, и переводов всевозможных. И вот очередной трюк от Саида Дурмагомедова. Да, это вот Саид, кстати, трюками, он мне напоминает забитым Магомед Шарипова, который недавно также классно в Роттердаме на очередном турнире UFC Fight Nights. Он показывал всему миру несколько трюков, которыми он владеет. Забитый Магомед Шарипов. Ну и вот, пожалуйста, гильотина, попытка гильотины со стороны Бетау на Гуэре. Но, кстати, Забит является и другом Саида, и партнером долгое время он являлся. Поэтому, конечно, их много этого общего. Пожалуйста, еще одна попытка. Здесь все чувствуется. Да, очень. Очень директно и в концовочке. А вот Салам Абдурахманов, действующий чемпион Лиги Ахмат, на 84 килограмма весовой дивизиона, после операции прибыл поболеть за своих одноклубников. Мы пожелаем ему, кстати, скорейшего восстановления. И, в том числе, побыстрее вернуться в строй и закатывать бои, которые он действительно может. Продолжение следует... И, дамы и господа, по завершении трех раундов боя, единогласным решением судей победу одержал, ladies and gentlemen, after the end of action, your winner, by Hune Denneba's decision, Саид Нурмакомпета! Ахмат, Россия! Мы заслуживаем победы по всем статьям! Всем спасибо! Спасибо! Спасибо!